Привет! Продолжаем серию видео про клавиатуры для разработчиков. И сегодня мы с вами посмотрим на необычную эргономичную клавиатуру, которая умещается вот в такую небольшую коробку. Поехали! Вначале хотел бы отметить, что данное видео не будет рекламным. Несмотря на то, что ребята из ErgoHeaven прислали мне эту клавиатуру совершенно бесплатно на обзор, я хотел бы сделать честный подробный обзор со всеми плюсами и минусами артолинейных сплит-клавиатур. Мы с вами начнем с распаковки, затем поговорим о теоретической части, вообще почему появлялась такая потребность артолинейных сплит-клавиатур, посмотрим на плюсы и минусы и посмотрим на клавиатуру в работе, как она подойдет разработчику или нет. Поэтому мы с вами начнем с распаковки. Ну что же, убираем мою текущую клавиатуру. Кстати, обзор на нее будет в закрепленном комментарии, а также по ссылке. И переходим непосредственно к разбору и антекингу новой клавиатуры. Итак, она поставляется вот в такой небольшой коробке, что в принципе не свойственно клавиатурам. Это происходит потому, что клавиатура является сплит, то бишь разделенной. Как мы видим, у нас есть левая и правая половинка клавиатуры. Все эти капсы не имеют никаких букв, потому что на самом деле клавиатура имеет различные слои, на которых вы сможете печатать. Об этом поговорим дальше чуть подробнее. Сюда первая половинка и вторая половинка. Понятно, что эти половинки у нас не будут работать отдельно. Нам необходимо их соединить. Кроме этого в комплекте у нас идут дополнительные подставки, чтобы расположить клавиатуру более эргономично. Об этом мы тоже поговорим. Здесь идет руководство по использованию, донгл для подключения, а также кабели. Короткий кабель USB Type-C и длинный кабель USB Type-C. По характеристикам клавиатуры мы пойдемте чуть дальше. В чем большое преимущество, что данный USB Type-C между клавиатурами является как раз обычным Type-C кабелем, потому что в дешевых китайских клавиатурах вы можете наблюдать кастомные аукстные порты, соответственно, с аукстным соединительным проводом, который соединяет эти две половинки. И они имеют свойство ломаться. С этой, я думаю, проблем будет на порядок меньше. Ну и, соответственно, длинный оплетный провод для подключения. Теперь давайте все это соберем воедино и посмотрим, как это работает. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь поговорим немного по характеристикам. Клавиатура эта оснащена специальным процессором Arm Cortex M0 Plus с 2 МБ памяти, который позволяет функционировать экраном. Кстати, экраны OLED-овские с обоих сторон. На первом отображается информация о режиме, а также том слое, который включен, и включен ли Caps Lock. Дальше, во втором экране, пока я вижу просто информацию, возможно, его можно использовать как-то более полезно. Сейчас в последнее в этом разберемся. Пластик клавиатуры достаточно приятный, мягкий на ощупь. Это PLA, пластик белого цвета, высокого качества. Честно говоря, кейкэпсы, которые здесь мне прям не супер нравятся, они какие-то на ощупь более жесткие в сравнении с тем, которые сейчас есть у меня, но они неплохие. При этом самое большое преимущество, то, что все это, конечно же, можно заменить. В комплекте не предоставляется ничего для смены кейкэпсов, но мы это с вами можем сделать из другой клавиатуры. Но, в чем большое преимущество этой клавиатуры, они хот-сваповал. Когда я в прошлый раз собирал себе такую же клавиатуру, мне приходилось паять, то есть, соответственно, все раскручивать и паять. Здесь же мы можем вытащить и заменить на совершенно любые. Если я продолжу использовать эту клавиатуру, то, наверное, сами вот эти переключатели сменю. На сайте у них можно выбрать по умолчанию, какие переключатели добавлять. Есть дом-браун, yellow и red, но в целом эти на текущий момент, наверное, подойдут, по крайней мере, точно для обзор. Что еще? Так как эти клавиатуры hot-swapable, мы без проблем можем подключить любые переключатели кейкэпсы. И, что удобно, USB Type-C, как я уже сказал, является большим преимуществом. При этом подключение USB Type-C есть как слева, так и справа, что, опять-таки, удобнее с разными классическими китайскими клавиатурами, где мы имеем только одно подключение, либо слева, либо справа. Здесь у нас есть некоторые вариации. Далее. Сама клавиатура является программируемой. И на этом мы остановимся подробнее. Потому что, если вы присмотритесь на формат этой клавиатуры, то на самом деле у вас нет по умолчанию никаких стрелок. Любители VIM сейчас скажут, что им не нужно. Но, в целом, понятно, что стрелки часто используются. Поэтому первый вопрос, который может у вас возникать, это, а как использовать стрелки? Сами клавиатуры вы можете расположить удобно под руки. Соответственно, вот таким образом, в стандартном положении кистей. И на любом расстоянии, чтобы обеспечить печать. Сейчас давайте подробнее поговорим вообще, в чем идея вот таких артолинейных клавиатур. Артолинейные клавиатуры называется клавиатура, у которой клавиши располагаются друг над другом, а не со смещением. Есть классическая клавиатура. Это stagger клавиатура, где у нас есть небольшое смещение относительно одного ряда другого. При этом, как бы, с точки зрения размера, вот эта клавиатура всегда будет больше за счет смещения, чем вот такая клавиатура. Давайте теперь немножко углубимся в теорию клавиатур. Итак, начнем с того, что клавиатуры, которые мы с вами привыкли пользоваться, на самом деле не являются оптимальными. И на это есть две причины. Первая – это раскладка. Как мы привыкли, стандартная QWERTY раскладка, либо аналогичная на русском языке, раскладка, которую используются сейчас повсеместно. Альтернативную раскладку, которую вы могли встречать, это так называемая дворак, которая имеет совершенно другие начальные клавиши, вообще все положение клавиатуры. С чем связано, во-первых, такое исходное положение QWERTY клавиши? С тем, что мы начинали с печаток машинок. Я, например, еще застал печатную машинку, действительно не печатал. И если вы когда-нибудь попробуете печатать на печатной машинке, то вы обнаружите, что ее устройство сделано таким образом, что к центру у вас располагается сама точка, где происходит печать, а вокруг нее полукругом специальные битки. И при нажатии на клавишу срабатывает механизм, который выбрасывает этот биток, и он с некоторой силой отпечатывает символ на листе бумаги. Так вот, вот эта QWERTY раскладка обеспечила нам возможность быстро печатать, при том, что сами битки не будут конфликтовать друг с другом. При другой раскладке мы получали бы при одновременном нажатии, залипании этих битков и невозможность дальше печатать. Поэтому это проблема QWERTY клавиатуры. Но смещение, которое мы сейчас видим на клавиатурах, на самом деле обеспечено абсолютно тем же самым. В нашей истории появление клавиатур и использование их в печатной машинке. Потому что, опять-таки, аналогичные механизмы клавиатур не позволяли легко расположить клавиши друг над другом. Хотя на самом деле правильное движение пальцев, оно не вбок, не влево, не вправо, а ровно наверх. И по этой причине клавиатуры, которые являются ортолинейными, на самом деле чуть более эргономичны. Потому что мы на самом деле, когда располагаем наши клавиши, мы сдвигаем вверх, вверх, вниз аналогично. Нам не нужно думать о горизонтальном смещении. Ну, в этом кроется и проблема ортолинейных клавиатур. Мы с вами на протяжении долгого времени учились печатать на вот таких клавиатурах. И как только нам подадут ортолинейную клавиатуру, вы сразу же почувствуете боль. На этой боли мы еще остановимся. Но с точки зрения работы клавиш, с точки зрения их расположения, ортолинейные являются логически более правильными, а не исторически сложившимися. Также хочу отметить еще само расположение разделенной клавиатуры. В случае обычной клавиатуры мы вынуждены располагать кисти под некоторым углом. Я чуть позже покажу. При этом в ортолинейных клавиатурах мы можем расположить кисти вполне себе под логичным углом, для того, чтобы наши запястья совершенно не напрягались. Более того, за счет подставы, которую мы можем установить, это будет еще более удобно. Поэтому давайте посмотрим на разницу печати на такой и на такой клавиатуре с точки зрения расположения рук. Сравним особенности печати на этих клавиатурах. Когда мы печатаем на классической клавиатуре, мы располагаем при 10-пальцевой печати на F и J наше начальное положение рук. Далее, при 10-пальцевой печати у нас каждая клавиша, за каждую клавишу отвечает один палец. Если я хочу, наверное, брать Q, я делаю это мизинцем. Если T, я, соответственно, сделаю это указательным пальцем. Но при этом вы можете заметить, что клавиши, например, T и Y, несмотря на то, что они должны оба набираться указательными пальцами, располагаются на разные расстояния. Вот это, чтобы набрать T, а вот это длинное движение, чтобы набрать Y. Более того, мне приходится сильно отрывать эту руку, чтобы натянуться до Y. Эта несимметричность как раз вызвана тем, что верхний ряд смещен относительно нижнего, соответственно, и так далее. При этом есть даже конфликтующие клавиши B, которые, вроде бы, можно достать обоими руками, но правильно работать левой рукой. В данном случае из-за вот этого смещения мы, конечно, с вами уже научились немного смещать наш палец в относительное движение, но некоторые движения, например, Y, они на самом деле, даже с учетом длительной печати, не всегда комфортны. Более того, при печати на клавиатуре мы вынуждены держать руки чуть более горизонтально, мы не можем их расположить, например, вот так, потому что это будет менее удобно для печати. Мы их вынуждены держать немного согнутыми, что, соответственно, тоже не соответствует эргономике. Если же говорить о сплит-артолинильной клавиатуре, она исправляет эти две проблемы. Первое, мы можем расположить, как нам удобно. Более того, мы сейчас посмотрим с вами работу с дополнительными подставками. Мы получаем удобное расположение даже в более вертикальном виде, для того, чтобы еще больше добавить эргономики. Ну и также путь до всех клавиш у нас одинаковых, что, соответственно, до T, что до Y я могу дотянуться с одинаковой длиной. Мои руки работают полностью симметрично. Ну и к тому же мы получаем возможность дальше переносить эти клавиатуры и располагать ровно под наши физиологические особенности. Теперь давайте посмотрим на дополнительные подставочки и как они влияют на эргономику. С точки зрения позиции наших рук, вот такое горизонтальное положение кисти опять-таки на порядок хуже, чем расположение вертикальное. Особенно это видно у людей, которые страдают туннельным синдромом, которые не могут пользоваться классической мышью или печатать долго на клавиатуре по причине того, что вот это положение как раз его развивает. С точки зрения подставок мы от этого можем избавиться. Давайте распакуем несколько подставочек и посмотрим, как они добавляют в клавиатуре дополнительный наклон. Теперь моя кисть вместо того, чтобы лежать горизонтально имеет дополнительный наклон. При этом понятно, что если я буду использовать еще подставку, а при таких клавиатурах в обязательном порядке необходимо использовать подставку, в данном случае скорее всего нужно будет их даже две, здесь и здесь, потому что клавиатура очень высокая, я иначе буду держать кисть под углом. Мне необходимо вот таким образом использовать клавиатуру. Для, соответственно, двух подставок здесь будет на порядок проще. Вы можете использовать подставку под левую и под правую часть. Это, кстати, минус такой клавиатур, которые не идут с поставками. Вам необходимо будет иметь их две для того, чтобы удобно располагать вашу руку. Ну а давайте пока на текущий момент не будем выставлять клавиатур. И вот это наиболее полезное расположение ваших рук на клавиатуре. Есть еще более экстремальные поставки, которые перемещают клавиатуру таким образом, но здесь уже, во-первых, сильно меняется паттерн печати, и мне, честно говоря, когда я пробовал, было неудобно. Давайте теперь посмотрим на возможности от клавиатуры, вообще зачем, почему такая маленькая, и что здесь такое за слои. Когда мы с вами подключили клавиатуры, мы получаем первую возможность, которая сильно отличает ее от классических клавиатур, это детальная настройка макросов, а также слоев. Когда мы используем обычную клавиатуру, мы фактически в ней ничего не сможем особо настроить. Даже ту кастомную базу, которую мы до этого собирали, мы имеем просто наборы возможностей переключения функциональных клавиш через функцию, и все, мы не можем никак ее программировать. Здесь же у нас, за счет того, что там в самой клавиатуре у нас есть память, мы можем сделать набор конфигурации и сохранить ее на клавиатуре. При этом, если мы подключим ее потом к любому другому ПК, все будет работать совершенно так же, потому что все сохранится во внутренней памяти. Сама клавиатура поддерживает 16 слоев. Каждый слой – это отдельная конфигурация, соответственно, нажати кнопок и действия, которые можем запрограммировать. Здесь есть по умолчанию уже настройка для слоя 0, это наши стандартные клавиши QWERTY клавиатура, TAB, левый SHIFT, ESC, BACKSPACE, правый SHIFT и, соответственно, пробел ENTER. У клавиатуры есть модификации клавиши, вот эти клавиши MO и MO2, которые обозначены красной и синей клавишей. Они позволяют переходить как раз на слои 1 и слои 2. На слое 1 у нас появляются вот здесь стрелки лево-вниз-вправо, а также дополнительные параметры NumpPAD, ну и фактически замена NumpPAD справа. То есть одним зажатием клавиши мы получаем возможность набирать быстро цифры. При этом текущий мод высвечивается на небольшом экранчике, который располагается на правой клавиатуре. Во втором слое мы можем видеть аналогичные символы, но здесь уже больше спецсимволы, точка запятой, доллары, скобки и прочее. Если вдруг вы через какое-то время перейдете на эту клавиатуру, то, в принципе, для разработки набирать символы с помощью модификатора – это крайне удобно. Ну и, соответственно, четвертый слой, когда нажимаются обе клавиши одновременно, здесь у нас появляется возможность включения, соответственно, RGB-подсветки, которая здесь работает или не работает, на самом деле я пока еще с ней детально не разбирался, возможность также включить, переключить медиа-клавиши, mute и увеличение вольт. Кроме этого, у нас есть оставшиеся слои, которые на текущий момент пустые. Для них можно назначить какой-то клавиши-модификатор и макрос или определенный набор символов, которые будут набираться. Здесь у нас появляется возможность взять id на любую клавишу, повесить соответствующую измененную клавишу, то есть, например, вот сюда мы можем повесить другую клавишу. Второе. У нас появляется возможность посмотреть на переключение слоев, вот этот модификатор и переключение слоев, который мы можем назначить. Дополнительные бэклайты есть, таковые имеются, апп-медиа-кнопки, тап-денсы, с ними, честно говоря, я не пользовался, и различные макросы. Макросы, по сути, здесь мы можем добавить наборы экшенов, например, заполнение текста, тапа, ну, короче, полноценный макрос, который можно исполнить просто при нажатии клавиши. Честно говоря, я на практике макросами детально не пользовался, но как такая возможность, если вы, например, используете для стриминга какой-то набор макросов и для этого, скажем, используете стримдек от Elgato, то вот это, в принципе, неплохая замена наборов макросов. Также есть комбинации при определении клавиши, дополнительные сеттинги самой QMQ клавиатуры, точнее, борт, который у нас полагается внутри, и тестирование матрицы, где мы можем, соответственно, проверить, что у нас все работает или не работает. Таким образом, мы получаем настройку. Но теперь посмотрим, а как же все-таки на самом деле печатать на этой клавиатуре и с какими проблемами мы с вами можем столкнуться. Как же работать с этими слоями, которые мы с вами только что посмотрели? Есть две клавиши модификатора, красная и соответствующая синяя. Вот эта правая клавиша под ней, так нас перебудет его в клавиатуру так называемой Erase Mode, которая, кстати, отображается. Эта клавиатура переходит, соответственно, в его Lower Mode. И для того, чтобы мы, например, воспользовались стрелками, нам необходимо нажать одну из этих клавиш, и затем клавиши, относящиеся к соответствующему слою. Что сходу, понятно, не очень удобно. Потому что мы с вами завязаны на... Вместо того, чтобы классически дотянуться до стрелок, нам нужно нажимать эти клавиши модификатор, а затем стрелок. Ключевые клавиши, кроме стрелок, по умолчанию здесь есть. Вот эта клавиша является пробелом, который мы нажимаем большим пальцем. Большим пальцем мы как раз нажимаем клавишу модификатор, либо пробелом. И вот эта является Enter и опять клавишей модификатора. Если нам нужен Ctrl в данном случае, или Command, то это клавиши, располагающиеся здесь или здесь, в зависимости от того, что мы хотим. Backspace здесь. И что не очень привычно, Escape располагается вот на этой клавише. Сами клавиши, к сожалению, опять-таки не промаркированы, поэтому старт с этой клавиатуры для вас будет, наверное, сильно простой. По крайней мере, для меня такой присутствует. Tab клавиши снова непривычно здесь, а здесь левый Shift. Из-за вот этого смещения первичные нажатия на Escape, Tab и левый Shift для вас будут немного болезненными. Остальные клавиши не будут настолько испытывать проблем, но мы снова приходим к тому, что это уже не смещенная клавиатура, а ортолинейная. Поэтому первичная скорость печати на ней будет крайне маленькая. Теперь будет немного нечестное сравнение двух клавиатур, потому что это у меня специально собранная, а эта пришла с неизвестными свечами и дефолтными кейкапсами. Но давайте попробуем сравнить, как звучит клавиатура до, и потом мы с вами ее немножко модифицируем. Итак, поехали, клавиатура моя. Окей, теперь отставляем, перемещаем клавиатуру вот эту и смотрим. Звук, конечно, более лязгающий, но мы с вами попробуем от этого избавиться. Теперь поговорим, как мы можем модифицировать эту клавиатуру, для того, чтобы чуть-чуть улучшить это звучание. Во-первых, задняя крышка у нас снимается, но она снимается не до конца, потому что задняя часть, дальняя часть крышки крепится на вот таких резиновых ножках, которые, собственно, не дают клавиатуре ездить. Они, кстати, хорошо и качественно сделаны. Поэтому оторвать полностью заднюю крышку у вас не получится, без того, чтобы повредить их. Но подлезть сюда можно, и здесь у нас располагается задняя часть нашей платы. Дополнительно как раз для того, чтобы изменить звук, сюда мы можем положить дополнительную прокладку. Это первый вариант модификации. Второй, это, конечно же, кейкапсы и непосредственно свечи. Итак, это у нас переключатели Gateron Black, судя по цвету и наименованию. Соответственно, это линейные свечи, поэтому зря мне изначально показалось. Видимо, после линейных свечей от ACCO эти, кажется, имеющие больше сопротивления. Возможно, они более тяжелые, потому что у них срабатывание, если это Black, 60 грамм, что, собственно говоря, достаточно много. И усиление до упора 75 грамм. Поэтому они более тяжелые. Давайте попробуем заменить их. У меня есть наборы из доп-свечей. Это у нас ACCO, который мы использовали в сборке предыдущей клавиатуры. Это Gateron Yellow. Более легкие свечи, опять-таки линейные. При этом это Yellow Pro, то есть они смазаны с завода. Начнем с ACCO, который мы использовали вот этой клавиатурой. Итак, вставляем. Кстати, прошу заметить, что здесь качественно сделан ход с WAPSocket. Можно вставлять как трехпиновые, так и пятипиновые свечи. Поэтому в этом плане молодцы, ребята. Итак, вставляем. Оп, до щелчка. И давайте я поменяю keycaps. У меня есть keycaps, который остался в предыдущей партии. И сравним по звучанию. Итак. Но это из правила не сильно. Он стал более легко нажиматься, потому что это прям тяжелые. Но от этого сильно звук только немного, разве что изменился. Я не знаю, насколько вам слышно с этого микрофона. Ну, немного лучше. Окей. Теперь давайте поменяем на линейный. Удаляем. Аккуратно поддеваем. Удаляем. И теперь вставляем непосредственно желтые свечи. Желтые свечи еще легче, и они более тихие за счет того, что качественно смазаны заводы. Эту, кстати, я вставлял не смазанной. Я ее не спалил перед тем, как тестировать. Итак. Ну, звук стал немного лучше. То есть, в случае, если вы, например, будете заказывать эту клавиатуру, кстати, эта клавиатура идет, возможно ее приобрести как раз с GDON Yellow Pro, то там есть как раз возможность заказать их, и у них будет чуть потише звук. Но все равно основная проблема, кроме свечей, это уже лучше, поэтому на желтых их вполне, кстати, можно собрать неплохую клавиатуру, все равно проблема вот в этом 3D-напечатанном корпусе. Корпус стоит напечатан 3D, это можно прям видеть по паттерну, который располагается на поверхности, возможно вам его при плохом свете видно, но это на самом деле просто 3D-печатный корпус. Поэтому, возможно, из-за вот этого пластика, звучение в сравнении с мягким пластиком, с которым, например, представляется GMK67, он достаточно жесткий. Поэтому, если ребята будут смотреть производители этого видео, я рекомендую все-таки попробовать более мягкий пластик для приятного звучания. Но в целом, с линейными смазанными свечами, это звучит вполне себе достойно. Не идеально, но тому, кто непринципиально относится к звучанию клавиатуры, я думаю, что такое качество вполне себе подойдет. Давайте сравним скорость печати на обычной клавиатуре, а затем на ортолинейной. При этом я на ортолинейном детально не тренировался для того, чтобы показать вам начальную скорость печати. Понятно, что при тренировке вы сможете достигнуть лучших результатов. Продолжение следует... Ну что же, я с этой клавиатурой уже три дня, и перед тем, как подводить итоги, хочется поговорить сначала о цене этой клавиатуры. Если брать ее без свечей и без кейкапсов, то это вам обойдет со основания в 10 тысяч рублей. Соответственно, сверху кейкапсы, самый дешевый, полторы тысячи, плюс, соответственно, по две с половиной тысячи где-то свечей. Получается 14 тысяч клавиатур. Если сравнивать ее с обычными клавиатурами, то, понятно, это уже вернется на о-сегмент. Потому что мы с вами в прошлый раз собрали клавиатуру в районе 9 тысяч, есть и варианты готовые за 8-9 тысяч. И даже если мы говорим о, например, дорогих клавиатурах типа Вармила, то это вам обойдется, соответственно, также в 14 тысяч. Но, понятно, здесь не учитывая с форфактор этой клавиатуры. Если же мы пойдем сравнивать между аналогичными сплит-клавиатурами, то это решение одно из самых дешевых. Я, конечно, не беру во внимание дешевые замены типа Ergodone с Алиэкспресс, где вам нужно будет паять эти свечи, где вам не будет USB-подключения, будет кастомный вот этот ауксовский кабель, который ломается периодически. Там, да, вы можете собрать, наверное, клавиатуру примерно за 10 тысяч рублей. Те же самые, ну, уже со свечами, понятно, с кейкапсулами. Это будет дешевле, но это будет говно. Поэтому, с точки зрения цены на этой клавиатуре, особенно с учетом USB Type-C, экранчиков и прочего, это прям хорошая цена. Если брать таких полноценных конкурентов, типа Moonlander и прочие, Moonlander в России, например, сейчас можно купить разве что тысяч за 50, а какие-то с Алиэкспресса, пускай даже тоже с экранами и с прочим подключением, их минимум само основание без всего можно купить на те же 10. Поэтому 10 тысяч рублей за такую клавиатуру, это, я бы сказал, дешево, если вам нужна Split клавиатура. Понятно, что если вам не принципиально какая, то за эти деньги вы можете взять и собрать более тихую, более приятную на звук кастомную обычную клавиатуру. Но здесь все-таки Split. Ну а теперь поговорим и подведем итоги относительно плюсов и минусов этой клавиатуры. Я, наверное, начну с минусов, а потом перечислю плюсы, потому что запоминается то, что в конце. И все-таки я хочу оставить положительное впечатление об этой клавиатуре, потому что она действительно достойна внимания. Итак, минусы. Опять, это будут мои личные минусы. Возможно, кому-то они мне покажутся важными. Я озвучиваю свое личное мнение. Первое. Данная клавиатура артолинейная. И да, это эргономично. Мы этого еще раз перейдем к этому уже в плюсах. Но мне, как человеку, который 25 лет, наверное, уже печатает на обычных клавиатурах, тяжело, наверное, работать с ортолинейными. Я с детства учился печатать на обычных клавиатурах, здесь ортолинейная. И переход, несмотря на то, что 3 дня я пытался это сделать, он не очень легкий, не очень простой. Поэтому в плане привычки придется вам перестраиваться. Особенно, если вы, например, печатаете одновременно на клавиатуре ноутбука и на десктопном ПК, периодически их меняясь, то свитч между ортолинейными и обычными будет вызывать боль. Я уверен, что долгой практикой вы сможете научиться хорошо печатать и на том, и на том, при этом переключать ваше сознание и на печать на ортолинейных, и на обычных с одинаковой успешностью. Но, возможно, для некоторых это будет проблемой. То есть, сходу получить такую же скорость печати я не смог. Требуется практика. Если же вы любите ортолинейные клавиатуры, то да, с этим все ок. При этом на рынке есть решение сплит-клавиатур без ортолинейности, которые, соответственно, получают плюшки того, что у вас есть раздельная клавиатура, и положение рук, но не страдают ортолинейностью. При этом, с другой стороны, ортолинейность это плюс, с которым поговорим дальше. Второе, это отсутствие беспроводного подключения. Но, в целом, так как клавиатура стоит всего 10 тысяч, для сплит-клавиатур это нормально. Если вы, например, хотите только беспроводную, то снова не подойдет. Здесь четко провод, соответственно, в USB, и провод между ними. Поэтому здесь, наверное, тоже минус, если вам нужна беспроводная клавиатура. Дальше, в целом, на этом, наверное, почти все, кроме шумки. Шумка мне не нравится. Она вообще звучит, клавиатура достаточно звонко. Это связано, скорее всего, с отсутствием дополнительных прокладок. Понятно, что можно поменять кейк-кэпсы, можно добавить прокладки, немножко костюмизировать клавиатуру. Кстати, если хотите, напишите в комментариях, я, может быть, сделал дополнительное видео, о том, как ее можно костюмизировать, чтобы улучшить звучание. И, соответственно, добавляет еще звук корпус. Пластик очень жесткий, поэтому гулкости это сильно прибавляет. Опять-таки, возможно, можно было бы сделать чуть-чуть другой тип пластика, который бы звучал немного по-другому. Ну, либо дополнительно добавить сюда прокладки для того, чтобы уменьшить шум при звучании. Но снова, это мои преференции, потому что я очень трепетно отношусь к звуку клавиатуры, над которой работаю. Теперь к плюсам. И, на самом деле, плюсов здесь достаточно много. Во-первых, это эргономика. Эргономика достигается за счет того, что вы можете расположить кисти в удобном положении. Вы можете не сжимать вот так руки для того, чтобы расположить их одну друг другу на печатной клавиатуре. Вы можете свободно их расположить на удобном расстоянии. Это сильно облегчает. Плюс положение кистей, опять-таки, более нативное. И если вы страдаете утнойным синдромом, или у вас есть проблемы с суставами рук, то эта эргономичная клавиатура от этого вас просто спасет. В этом плане зачет. Дальше плюс, опять-таки, ортолинейность. Хотя я, да, сказал, что это минус для точки зрения переучивания. С точки зрения расположения рук на клавиатуре, оно нативное. Через какое-то время ты даже перестаешь напрягаться, от того, что нужно тянуться до дальней клавиши при 10-пальцевой печати, потому что они все располагаются всегда на одной линии. При этом, здесь, если вы посмотрите, вот этот ряд располагается с небольшим смещением, а пятая клавиша располагается внизу относительно этих. Для чего это сделано? Для того, чтобы при размещении рук у вас мизинец ровно попадал на эту клавишу. И положение мизинца очень нативное, интуитивное. И в этом плане проблем нет. Наверное, меня бы смущало отсутствие больших клавиш, как Enter и прочее, но через какое-то время на практике ты привыкаешь к тому, что это пробел, это Enter, и, в принципе, тебе больше ничего не надо. Дальше из плюсов, наверное, хочется отметить подключение. В отличие, опять-таки, от китайских всяких плат, сплит, которые можно купить на Алиэкспрессе, Ergodone и прочие аналоги, где везде вот этот ужасный аукс-кабель, который у меня сломался при прошлой сборке достаточно быстро, здесь качественный USB между ними. Вообще вопросов нет, кабель всегда можно найти, вы можете его легко подключить, и все это будет работать отлично. Экраны. С одной стороны, классно, плюс. С другой стороны, я понял, что я через, например, пару дней перестал вообще на них смотреть, потому что единственный от них плюс – это то, что мы можем посмотреть, на каком мы находимся слое, включен ли капс, и на какой раскладке Windows или Mac. Один раз ты переключаешь на раскладку Mac, так как я пользуюсь Mac, и все. Дальше ты уже к слоям привыкаешь, и экраны, в принципе, как бы и не нужны. Вначале прикольно. Если можно, на самом деле, костюмизировать вот эту анимацию, будет еще прикольной. Я, честно говоря, простого способа не нашел. Может, разработчики подскажут, как это сделать. Тогда, в целом, такая фан-фэкт, но прикольно. Кстати, из минусов здесь, конечно, нет подсветки, потому что, ну, понятно, что для подсветки нам необходимы будут дополнительные диоды размещать, клавиши должны быть просвечены, но вся штука у этой клавиатуры в том, что она стимулирует слепую печать, поэтому в идеале подсветка вам при слепой печати не нужна. Поэтому я не обратил на это внимание в минусах, потому что сама клавиатура говорит, что учись печатать слепую. Вы можете, кстати, заменить эти кикапсы на обычные, с символами. Кстати, наверное, при модинге я это сделал, потому что моя печать слепая на английском еще не очень хорошая, и иногда хочется посмотреть на клавиатуру. При этом, кстати, было бы круто, если бы положение рук отмечалось так же рисками, как и на обычных клавиатур, и одна бы клавиша была с риском. Было бы прикольно. Из, соответственно, поставшихся плюсов, наверное, стоит отметить то, что клавиатура сделана добротно. Это, кстати, производство наших ребят из России. Соответственно, они 3D печатают вот эти корпусы. Корпус, кстати, на ощупь. Видно, что он там 3D напечатан, не самая прям идеальная печать. Здесь виднеются какие-то небольшие огрехи при 3D печати, что, в принципе, нормально. Но, понятно, что клавиатура за счет этого не очень дорогая. Поэтому, кому бы я рекомендовал эту клавиатуру? Если вы хотите перейти на эргономичную клавиатуру, особенно если у вас есть какие-то проблемы с уставами, то эта клавиатура прям подойдет отлично. Если вы хотите попробовать недорогую сплит-клавиатуру, снова клавиатура подойдет отлично. Если вы все время свитчитесь между несколькими клавиатурами и только это будет ортолинейным, у вас, скорее всего, будет сложности с переключением между несколькими клавиатурами с разными типами. Если вы целиком пользуетесь этой, то окей. Кстати, для нее продается у них отдельно travel case, когда можно, соответственно, сложить эту клавиатуру и переносить. Но, мне кажется, теряется тогда мобильность самого ноутбука, если вы им пользуетесь. Ну и, соответственно, кому бы я, наверное, не порекомендовал ее использовать, тем, кто не хочет учиться печатать на ортолинейных клавиатурах и сейчас не испытывает каких-то проблем с текущей клавиатурой и пользуется несколькими устройствами. Тогда, да, клавиатура будет вызывать у вас дополнительный дискомфорт от того, что вам нужно будет учиться на ней печатать с самого начала. Ну и самое интересное, буду ли я пользоваться этой клавиатурой? На самом деле, я дам ей еще шанс, потому что я за три дня, понятное дело, не смог полноценно научиться на ней хорошо печатать слепую даже на русском языке, я не говорю уже об английском, и, возможно, пока у меня вызывает это такой дискомфорт. Но, если его модифицировать, немножко поменять клавиши, добавить, возможно, шумку и прочее, сделать звук приятным, то в целом расположение клавиш, положение рук на порядок приятнее, чем с обычной клавиатурой. Поэтому шанс я ей, конечно же, дам. Кстати, ссылка на эту клавиатуру будет в описании. Это не рекламная ссылка, не аффилейт ссылка. Вы можете свободно, если хотите приобрести, не хотите, не приобретайте. Просто так как мне ребята прислали эту клавиатуру на обзор, я все-таки приложу на них ссылку, потому что, на самом деле, продукт прикольный. Особенно прикольно, что его делают наши ребята. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Если вам, кстати, интересно вообще видео про клавиатуру, пишите, потому что все-таки у нас канал про разработку. Но мне, как любителю клавиатур, периодически хочется сделать такие видео. Поэтому напишите, насколько вам оно понравилось. И попробуйте ли вы когда-нибудь портолинейную клавиатуру. А ссылки, кстати, на курсы мои, как обычно, будут в описании. До следующей недели.